По-моему, у нас стартал уже первый раунд. Да, именно так. Первый раунд прямо на наших экранах. Хек, один на Б-планте. И аркада от Moscow 5 по центру. Я вижу, Эдик заходит в аркаду. Давайте посмотрим с Эдуардом Ивановым. Влетела влезла в центре, вторая флэш. И сейчас контрам придётся на центре очень туговато, я думаю, если кто-нибудь подожмёт. Убивает Хека на Б-планте. И теперь масс-б, естественно, от Нави. На пустой Б-плант. Заходит на ней, ставит бомбу. Ну и сейчас будет просто месиво на планте, Сеня в упоре стоит за ящиком. Его никто не чекает, даёт он минус один. Минус два. Нет, это Маркелов был. Минус два уже от Маркелова, в любом случае, неважно. И похоже, что первый раунд без шансов остаётся за Нави. Да, причём сухую. Ни одного минуса Moscow 5 не сделали. Постарались сделать какие-то агрессивные действия на центре, но... Видимо, Нави были очень готовы к такому повороту событий. Убили Хека на Банане, который был, наверное, в Аркаде. И всё, прошли, поставили. Без проблем. Напоминаю вам, я уже говорил, что недавно совсем на Кингстон Триллджи Тур Moscow 5 первый раз обыграли Нави. То есть не просто одну карту выиграли у них, а именно весь матч. И я думаю, что НАТО с Винцери очень хотят взять реванш и показать, что это была такая досадная оплошность. Плюс стоит учесть, что Moscow 5 в групповом этапе на этом турнире, на Техлапсе, показали свою не самую лучшую игру. Во-первых, они прыгали Кершнетом, а во-вторых, с другими командами они тоже показывали очень такие счёты, близкие друг к другу. Там 16-14 было, по-моему, 16-13, что-то такое. И, в общем-то, видим мы, что они, может быть, конечно, решили сохранить все силы на плей-оп. Ох, минусует Эдик, Эдик даже, по-моему, не успел им посообразить, что произошло. Просто высунулся чуть-чуть и минус сразу же, минус. Ромшки идут разменивать Сироиста, но тут уже никого нету. Перетяжка на ВПЛАНТ, очень аккуратно, здесь вот НАВИ, видимо, что они не торопятся никого идти убивать. А тут есть Сеня под юликой, Сеня делает минус один, отличный минус от Ромшки. И один из три ситуации у Романа, он берёт Галил и пойдёт, наверное, выбивать оружие. Убивает Романа, счёт 2-0. Напоминаю вам, я ещё раз напоминаю вам, что в Best of 3, то есть, как минимум, мы увидим сегодня две карты, как максимум три. Вечер будет жарким, так что не смотрите ваш футбол, смотрите матч МОСКУ-5 на АТУ-СВИНСРИ. Очередная дача М5, денежат маловато, ЮСП, делают они полный слив, не вижу, я ни деглов, ни диффузов, да, полный, полный слив, чтобы в следующем раунде сделать хорошую закупочку, кому-то взять АВП-шку, может быть, даже Александру Запкову. И мы видим, что в этом раунде МОСКУ-5 делает у нас засаду на Апланте, двое с двадцатки и трое у нас зелени около центра. Будут тут ловить, пытаться кого-то. Причём, видимо, что они идут в аркаду, здесь никого не дождались и пошли сами. Ох, минус от Ромушки без размена, вот теперь, наконец-то, есть размена от Маркелова. И... Отличный минус от Хека, минус от Доси, ну-ка, это уже интересно, два в два ситуация, Доси очень красно-хэповый, Старикс взял бомбу, убивает Хека, отличная реакция, и один в два Доси с Калашом. Сейчас, может, очень... Нет, уже прошли на Аплант, Доси здесь из ямы никому не удивит. Видимо, была инфа по Доси, понимали, что, может быть, это именно там, может быть, даже его просто видели. И ставится бомба, Доси уходит у нас на сейф, на Б-Плант, будет сохранить свой Калаш, естественно, против двоих украинцев с 12 ХП, но не попрёшь, согласитесь, не попрёшь. Тем более, минус три сделали, отобрали Ганн, всё вполне неплохо. Старикс взял убивать Доси, пытается здесь его найти, но нет, здесь это довольно пассивно. И 3-0 в пользу Нави, наконец-то за кубочек от Moscow Five в этом раунде, и надеюсь, что сейчас М5 покажут, что же они там себе натренили за всё это время. Потому что, допустим, к Кингстону, насколько я понял, из интервью обеих команд, они не особо готовились, то есть, там, чемпионат на три команды, как вы помните, М5, Нави и HWA, турецкая команда. Все понимали, что турецкая команда займёт третье место, ну а в ТОП-1-2, естественно, будет Нави и М5. И из интервью я так понял, что команды не тренировались особо, отдыхали перед этим турниром и приехали просто поиграть. Конечно же, не for fun, но, тем не менее, серьёзных тренировок точно не было. Так что, может быть, именно в этом причина проигрыша Нави москвичам. К этому же турниру, я думаю, обе команды готовились, минусует до сего за Аркадьевом ковры. Не слишком удачно, там ещё есть Хек, у него есть отличный шанс разменять, но тут Сеня, Сеня поджидает Александра Запкова. Причём, видим мы, что буквально вот в нескольких пикселях друг от друга они находятся, и вот проходит минус от Хека. И Нави у нас будут проходить на Аплант, а тяжки, наверное, уже не будет, хотя вот Старик сейчас перетягивается у нас на Банан. И выход Маркелова Эдварда на Аплант, Деус по коврам. Фокс хорошо встречает, размена на Апланте, и Ромшки 1 в 3. Где же у нас Ромшки? Ромшки в библиотеке. Бросает ХЕшку, может я с ним плохо кому-нибудь взорвать? Нет. Старик с Деус у нас находится совершенно не под ХЕшкой. А вот если бы были бы там же, где Эдвард, могли бы оба, наверное, и умереть даже. 4-0, Нави пока без особых проблем забирают себе в копилочку все раунды, которые они сыграли. Напоминаю, что вторая карта будет Деус Кан, сильная карта Москва 5, стоит признать это. И, я думаю, на второй карте мы увидим очень интересную игру. По крайней мере, от Москва 5 уж точно. Очередная отдача у М5. И что у нас? Гейм возпауза. Ну что же, подождем. У меня есть, как раз, время тут кое-что подправить. Раз уж так хорошо все сложилось. Вот, теперь все отлично. Гейм... О, сняли паузу. Только хотел сказать, что... Опять поставили паузу, они издеваются просто надо мной. Как только я хотел сказать, что паузу поставили, ее сняли. Как только я хотел сказать, что паузу сняли, ее снова поставили. В общем, видимо, что у кого-то технические проблемы. То есть для томаута явно рано. А у кого-то проблемы с компьютером. И я не удивлюсь, что это у Зеуса, потому что именно у него были проблемы перед игрой. Ну а пока у нас есть время посмотреть, например, на пинг. Давайте посмотрим. Видим мы, что пинг у Moscow 5 значительно лучше, чем у украинцев. Видим мы, что у Хеку, Ромушки, Доси и Эдика пинг вообще 5. У Фокса пинг 10. Видимо, на базе играют ребята. А вот Na'Vi играют... Ну, может быть, тоже на базе, но пинг у них значительно больше. 25-30. Конечно, у обеих команд пинг играбельный. Но стоит признать, что у М5 пинг значительно лучше. Хотя это не мешает им пока проигрывать 0.4. Ну, а нам остается ждать, пока я посмотрю, что тут пишут ВКонтакте. Может быть, что-то дельное пишут. Нет, дельное ничего пока не пишут. Так, смотрим, смотрим, есть ли какие-то новости вообще. И все-таки возвращаемся в игру. Сняли паузу. Как вы знаете, эта пауза была поставлена чуть позже. Ну, а если смотреть с нашей позиции чуть раньше, то есть сама пауза поставлена не в этом раунде, а, скорее всего, в следующем или даже после следующего. И мы узнаем, в чем причина паузы чуть-чуть позже. Я думаю, это будет видно из текстового чата. Сеня стоит на респе. Видимо, вот в этом причина была. Сеня отошел куда-то погулять. Ну, а скорее всего, конечно, у него просто какие-то проблемы. Да, видимо, что Сеня просто исчез у нас. Растворился в воздухе, как Маяка Копиан или даже, не знаю, Гудини. Но причина в том, что он вылетел с сервера. Об этом была причина паузы. И, кстати, хочется отметить, что Эдик и Хек у нас все еще живые. Накаркал я, накаркал Эдику и Хеку. Плохую ситуацию. В итоге 5-0. Нави впереди. Сеня должен уже, по идее, вернуться. Давайте посмотрим. Хоть он не отображается у меня... Да, вот он, Барбара Стрэзент. I'm the woman. Вот именно такой никнейм у Сеня был. Видимо, фанат Барбара Стрэзент. Ну, окей. Бывает. Не вижу в этом ничего страшного. Видимо, наконец-то, за кубочку от Moscow Five. Надеюсь, что в этом раунде будет что-то интересное. Эдик у нас центр с ВП. Довольно агрессивно. Причем 2 ВП. Есть еще ВП у Фокса. Фокс с ВП у нас находится на банане, естественно. Да. Нави упали на холд. Видимо, что активных действий они не предпринимают. Сеня потихоньку чекает ковры. Эдвард Маркелов под второй медлой. Зеву с старикцем около банана. Смотрим за Фоксом. Дает на хаешку и уходит на более пассивную позицию. Ну и Нави у нас потихоньку собирается выходить на Аплант. Готовит. Готовит они себе расхиточку, атаку. И давайте посмотрим за Александром. За Хеком. Он держит нас в упор ковры. И к нему скоро придут. Мы сами это слышим. И он это слышит, я уверен. Слышит дым, который упал на двадцатке. И Москва 5 прекрасно понимает, что это атака на Аплант. Сейчас будет замес. Ой, ее убивают Хеком. К сожалению, с люльки он был открыт для атаки. Эдик делает минус. И Нави у нас перетягивается на Б-плант с бомбой. Причем Маркелов и Сеня остались на Апланте. Такая всеобразная разводочка. Вот Сеня живой уходит на центр. И М5 пока еще не понимает. Не понимает, что это развод. Вот сейчас Фокс наконец-то приходит ему в голову. Эта мысль о том, что на Апланте уже нет никого. Все на Б. И они правы. Все уже на Б. Бомба поставлена. И смотрим за Сергеем Столяровым. Пытается мы кого-то увидим через дым. Видим мы, что один троист на кафеле. Другой на банане. И третий у нас третий троист. Старикса, отличный минус. Отличный минус от Зеуса. И, скорее всего, еще один раунд. Копилочки на Тус Винтери. Ромушки воюют. Делают минус два. Ну-ка. Не будем списывать Ромочки со счетов. Один в один ситуация. И все-таки нет. Сеня отличным хэдшотом убивает Романа Макарова. Счет 6-0. В пользу Нави. Ближний респ у Старикса. Давайте посмотрим, как он им распорядится. Старикса у нас чекает яму. Не пользуется своим ближним респом. Ребята играют дефолт. Снова холт. И, видимо, что Эдвард Сини с бомбой у нас под А-плантом в коврах. Ромушки один на Б-планте. У ребят из М5 за кубочком. Не самый лучший, конечно. Видел я один Фомас. Но, в целом, все окей. АВП нету. Но это уже, конечно, ничего не поделать. Надо брать раунды все-таки, ребятам. Причем у Ромушки у нас не один на Б-планте. Рядом с ним Фокс. Ну, то есть 2 плюс 3 играют. В М5 довольно стандартно. При этом Фокс не на холпе где-нибудь, а оба. Оба контра на планте. При этом заходят в аркаду Фокс. Его не разменивают. Естественно, он быстро упрыгивает на более пассивную позицию. Дает флэш. Сам себе, судя по всему. Да, и выходит в аркаду. Сергей Стрелиров у нас прямо... Ох, отличный выход от Фокса, но... Выход был хорошим, а вот стрельба была плохой. Тут же его разменяли. Наверное, даже не ожидал он, что столько террористов находятся под Б-плантом. Так, рядом. И Ромушки, минус 2. Отлично, встречает он Нави. Этот раунд должны брать Москофаев. Эдвард Старик с под Б-плантом. И Ромушки, минус 4. Пролагала демка. К сожалению, мы не увидели этих красивых минусов. Но, по факту, да. Минус 4 от Романа Макарова. Думаю на хайлайт. И, думаю, можно даже это записать. Да, думаю, нас всех ожидает чуть-чуть позже хайлайт. Если будет Повка. Потому что... ХЛТВ, как вы видели, пролагала в этот момент. И из ХЛТВ демки сделать этот момент не получится в ИАХ. Так что будем надеяться, что Роман Макаров пишет Повку и куда-нибудь ее выложит. Смотрим за Нави. Они не изменяют свои тактики. Снова дефолт, снова холт под... В основном под А-плантом. Но вот Старик сделал с нас с бомбой на нуле. Так что нас может ожидать и перетяжка на Б. Причем, да, мы это именно и видим. На Б-планте у нас Фокс. Фокс там сидит на кафеле, судя по всему, с флешкой. Давайте посмотрим за Сергеем Слееровым. Вот он простреливает. Простреливает неплохо. Причем простреливает. Вижу я, что он покосил, по-моему, Старикса с Деуса. Отходит за троечку. Дает флешки. И там уже на ХЛТВ есть его тиммейт. Сейчас будет прием Б-планта. Смотрим. Фокс белый. Наконец-то прозрел. Делает минус один. Его тут же разменивают. И Нави заходит на Б-плант. Ромушки, где же Ромушки? Вот у нас Ромушки в отростке. Врывается. Делает минус один. Делает минус два. Роман Макаров на Б-планте. Просто вот эти два раунда показывает себя с самой лучшей стороны. Ромушки, молодец. 6-2. 4-106 уже идет Роман Макаров. Видимо, что он на первом месте. Сильно выделяется из рядов своей команды. Ну, можно его только похвалить за это. Молодец. Смотрим. Ромушки с Фоксом снова на Б-планте. Доси, Эдик, Хек у нас на центре. Причем там будет откид ХАЕшек. И жесткая аркада. Видишь, я жесткая аркада от Эдика. Еще ХАЕшка с Банана. Ну, и смотрим, чем все это закончится. Нави у нас довольно... Ох, Ромушки, жестко... Убили, убили Рому. Пытался он зайти аж в яму. Это прям жесточайшая аркада. Но за это он, в общем-то, и поплатился. Могли бы сыграть немножко более пассивно. После такой агрессии держать свои позиции. Но посмотрим. Сейчас вот М5 как раз именно это и делаю. Причем Хека с Доси отошли на Аплант. Только Фокс, только Эдик у нас пока в аркаде. А Нави спокойно, спокойно держит свои позиции. Причем особо никуда не собираются. У них есть куча времени. 50 секунд. Вот потихонечку проходит яма. Давайте посмотрим. Эдик. Убивают Эдика. Причем видели вы, что это была подсадочка на крышу. Сам я даже это не вовремя заметил. И в итоге раунд за Нави. Хитрый, хитрый Натус Винтери поставились на крышу. И удивили очень центр Эдика и его тиммейта с Банана. Сим-2. Несмотря на такую агрессию от Мускуфайв. Нави с ней довольно спокойно справляется. Я бы даже сказал буднично. Никаких таких прямо опасных стрессов в ситуации они для себя не увидели. Очередная закупка у М5. Эдик АВП. Он с ним смотрит центр. Давайте посмотрим за Эдуардом. Чекает он у нас вышку. Чекает яму. Никого не видит. И переходит чуть-чуть на более пассивную позицию. Будет смотреть вторую медлу. Ромочки в Аркаде на Банане. Довольно агрессивно сидит. Там рядом с ним должен быть, конечно, тиммейт. Где-то, да, Рома Фокс под ним. И сейчас там будет небольшая встреча Терраиста. Видел я, что были там игроки Натус Винсери на центре. Дается ХАЕшка. Неплохо по косвистарик Сзеуса. Вот для них так, это ХП-шит 15. И ушли на более пассивные позиции. Атаку она идет под Аплант. Хек Доси на коврах. Причем оба. Либо один под другим. Не знаю. Давайте посмотрим пока за Доси. Он у нас в Аркаде. В коврах. Да, встречает Сеню. Но встречает плохо. Негостеприимно. Хек забирает М-ку. И так же негостеприимно встречает Двадцатку. Его просто умирает. Вот Ромашки снова в деле. Надо смотреть за Романом. Я понял. Надо смотреть за Романом. Он тащит всю команду М5 пока в этой игре вперед. Где Рома? Вот Рома. Два Сироиста осталось в живых. Давайте посмотрим за Сироистами, раз уж они в меньшинстве. Старикс в планте. И Сеня у нас в больших песках. Убивает Сеня. И Старикс один в три. Мы же видели, как Старикс вытаскивал жесткие ситуации. Один в три, один в четыре. Но не в этот раз. В этот раз у Старикса не получилось сделать ни одного минуса даже. Он бесславно пал. И третий раунд забирают себе москвичи. Счет семь-три. Неплохая тенденция вырисовывается. М5 все-таки начинает набирать раунды. И это приятно. По крайней мере, как российскому человеку, если можно так сказать. Хотя я, если честно, не болею ни за одну из команд. Я борюсь за красивую игру. Но тем не менее, мне приятно видеть, что мы видим пока не еще там 10-0 в пользу Na'Vi, а все-таки борьбу. Это, согласитесь, очень и очень приятно. Ромшки и Фокс снова на Б-планте. Стандартно. Хек с Эдиком на центре. И Доси у нас держит ковры. Na'Vi у нас в основном на второй медле. Синие ковры. Старик с ями. Деус у нас на нуле. И Эдвард у нас довольно агрессивно чекает центр. Причем видим мы, что М5 на А-планте сместились все. Под двадцатку. Хек у нас где-то в больших песках. Доси на двадцатке и Эдик ковры контролит. И это может прокатить, потому что видим мы, что именно в эту область карты направляется у нас на ту свинцери. По крайней мере, собирались это сделать. Да, выход маркировал с люльки. Смотрим мы за хеком. Дается флешка. И два контра понимают, что будет выход с центра, будет выход с люльки. Нужно это срочно дело убивать. Вот я решил прострелить. Тут же его уравня... Убили. Уравнялись, можно так сказать. Вернее, не буду сказать. Сравнялись с землей. Разменивать Доси. И Na'Vi, судя по всему, будет отходить на А-план. Да, у нас тут Ромушки в Аркаде. Опять я не успел... Ну, Рома, что делает Роман, а? Да, Рома явно тренировался. Рома, потому что который раунд делает по минус два, по минус три. Причем делает это очень стабильно. Ох, не ожидалось, я не ожидал, что здесь Фокс у нас на А-планте есть. Думал, видимо, что там оттяжка жесткая на А-плант. И в итоге один Зеус также падает от Калаша Фокса. За счет 4-7, мозгу 5, прямо-таки, меня очень радует. Может быть, у них не все получается на А-планте, но вот Ромушки 21 на 8, что они что-то творит, а? Причем, всего сыграно 11 раундов, еще 4 раунда впереди. Так, может, и 30-ку набить, кто знает. Конечно, маловероятно. Но 25 этих фрагов он и берет. Аркада жесткая была от Эдика, судя по всему, по центру. Хех наконец-то не умирает, а встречает нормальными минусами. Но это отдача у Нави, поэтому от этого раунда ничего интересного мы, скорее всего, не увидим. Да, тут террористы последние убивают вообще с ножом в руках. В итоге счет 7-5, и, скорее всего, мы увидим последние раунды, но такими в жесткой борьбе. Счет будет в районе 8-7, может быть, там 9-6, что-то такое, я думаю. Укрепление б-плант от Moscow 5, видимо, что втроем туда бегут у нас игроки. М5, причем идут они в аркаду, агрессивное действие. По центру тоже самое, естественно. Эдик СВП прикрывает. И ромушки, ромушки. Видимо, поняли, Moscow 5, что ромушки в ударе, и нужно эту ударную силу использовать. Пусть просто идет и убивает всех. А почему бы и нет? Мне кажется, сейчас он вполне может сделать неплохие минуса. Убивает вот... Ой-ой-ой, убивает ромушки! Старикс мечет просто, видимо, разлили Старикса не на шутку. Сергей Ищук у нас делает минус 2 великолепных. Жаль, что только одного своего он убил, но все равно минуса были хорошие. В итоге Доси и Фокс у нас на банане, причем оба. И Нави, сами того не зная, пока не торопятся выходить на Аплант. На пустой Аплант, заметьте. Кто знает, может быть еще нет. Но перетячки на Б уже не будет. Будет выход на А. Доси и Фокс сейчас явно себя как-нибудь проявят с палецом, потому что есть в яме один из террористов. Да, вот Старикс... О, отличный минус от Сергея. Не ожидал он, что и Фокс там же явно. Логично было бы держать москвичам. Одному человеку Б-плант, другому человеку А-плант. И в итоге Фокс у нас идет на Б-плант. Может быть он думает, что бомбы там, но нет, бомба не там. Здесь никого нету совершенно. Здесь пустой Плант и раунд остается за НАТУ с Винцарем. Сергей Слирова тут может только заселить свое оружие, и то он с этим не справляется. 8-6 в пользу Нави. Ну и 8-5, извиняюсь. 8-5. Ближний респ у Эдварда. Но, наверное, он не будет им пользоваться. Мы видим, что НАТУ с Винцари из раунда в раунд делают примерно одно и то же. Они халдят. Хотя, вот, идет на банан Эдвард, откинул ХАЕшку. Причем там 3 ХАЕшки откинули. Ребята, Эдик, Хек. Где-то их взорвали. Да, это было на Б-планте. Эдик, Хек. Отличные ХАЕшки прилетели им прямо под ноги. В итоге Эдик жестко красный. И Хек, ну, КП, наверное, 30 ему оставили. Ну, может 35-40, не больше. Да, 20 ХП Эдика благодаря этим 3 ХАЕшкам. Молодцы, Нави. Хорошее начало раунда. Причем, что сами НАТУ с Винцари, в общем-то, и почти не коцанные. Ну, разве что, Маркелов, Сеня. В целом, у них все с ХП хорошо. Под А-плант собираются выходить НАТУ с Винцари. Эдвард, Сеня по коврам. Маркелов, Люлька. И Старик, Зеус у нас на центре. Жесткий будет, наверное, выход. Давайте посмотрим за кем-нибудь из контролов, кто будет встречать нас. Всю эту Араву. Фокс с АВП. В больших песках. Есть у него инфа, но его тут же... Ох, отличный место от Фокса. Промахивается он по зумам. Промахивается Эдик. Два в три ситуации. Нужна срочная помощь тиммейтов. Где уже у нас Хек? Хек заходит 20 в спину. Можешь из кого-то очень сильно удивить. Смотрим за Александром Запковым. Да, должен он делать минус. Минус от Хека. И... Ну, тут должен быть размен. Или что? Один в один, да. Хек против Зеуса. И ХЕ-шка. 6 ХП. 8 ХП. И Хек просто с пистолетом не побоялся. 8-6. Раунд за Москл-5. Да, у нас будет счет либо 8-7, либо 9-6, как я раньше сказал. В любом случае, обе команды показывают себя довольно неплохо. Что у тех есть хорошие раунды. Которые получаются, что у других. Иногда, правда, Москл-5 аркадят. Довольно так неудачно. И в итоге эти раунды отдаются. Но, в целом, видим мы, что М5 играет прилично. Доси. Аркада по коврам. Очередная аркада от Москл-5. Причем, мне кажется, с Доси будет очень сложно. Потому, ну, где же Доси? Вот наш Доси. Михаил Столяров. Потому, что тут у нас выходит по отличный минус. Но тут же его, к сожалению, сравняли с коврами. Потому, что на коврах земли нету. И фраза сравняли с землей была бы глупой. Там только ковры. И цемент, наверное. Минус от Хеликом. Встречает он люльку. Наконец-то. Причем, видели мы, что в одном из предыдущих раундов он люльку не встретил. Да, Маркелов там его жестко убил. Причем, смотрите, Ромушки в аркаде в жесткой. Где-то уже за спину заходит террористам. Да, вот у нас Роман. И сейчас Старикс. Но, боюсь, что Старикс у нас сейчас просто умрет в спину от Романа Макар. Да, минус от Ромушки. 8-7. И смена сторон в матче на Вимоскл-5. Я вижу, что у нас в нашем полку зрители прибыло. У нас смотрят целых 1729 человек. И для всех я, новоприбывших, сообщаю, что мы смотрим турнир Техлабс Капа 2012. Это онлайн-турнир с финалом в Москве. В торговом центре Мега Химки. То есть, две команды, которые прошли финал. Их сражение будет непосредственно на лане. Так что, я думаю, многие зрители могут прийти, посмотреть, поболеть. Вот, например, я думаю, если я не буду стримить, я вот сам приду по-своему с ним поболею. Если не заболею, конечно. Зима все-таки. Смотрим, что у нас будет делать Нави. Нави все стандартно. Двое Б, трое А. А вот Москву ФФ могут нас чем-то удивить. Фокс в яме. Остальные все по второй медле. Фокс там что-то откидывает, по-моему. На него USP. И быстрый выход на центр от М5. Смотрим за Ромшки. Как за фраг лидит на свои команды. Отличный прыжок был от Романа. Очень красивый. Заметил он там врага. И сейчас быстрый врыв в подзелье. Видимо, что затыкают. Затыкают контра. Убивают Старикса. Да, затыкали еще одного контра. И ситуация 4 в 3. Что же будет делать Таррис? Либо уход на Б-плант. Тут еще Фокс есть. Фокс на центре. Которого убивают. И Маркел в итоге поджимает. Или не будет. Нет, не поджимает. Да, у контров нет инфы, что Таррисы ушли на Б-плант. Боля, они никуда не уходят. Они идут на А. Размены. Дигл у Эдика. Жесткий. Минус 2. Эдуарда. И 2 в 1. Есть Папа Маркелова, что он на двадцатке. И смотрим за Егором. 1 в 2. Все-таки сложновато. Причем у М5-то есть еще куча времени. Целых 45 секунд, чтобы куда-то уйти. И они именно этим пользуются. Они идут. Идут на Б-плант. И Егор сейчас будет пытаться отбивать точку Б. Пролагала ХЛТВ. Но, думаю, можно примерно догадаться, что произошло. 8-8. Москова Взяли первый раунд. Сравняли счет. И что же будут делать? Вижу я один Диггл. А остальных, по-моему, ЮСП. Да. Обычный слип от команды. На Тус Винцере даже 2, по-моему, Диггла. Хотя, видим мы вот укрепление Б-планта. Эдвард, Сени, Зевус на Б. Причем 1 Диггл и... Да, 2 Диггла на Б-планте. Даже что Маркелов, а Маркелов на А. Тоже с Дигглом. 4 Диггла. Нет, 3 Диггла. Что же такое? 3 Диггла, 2 ЮСП. Ну, и если М5 пойдут на А-план, думаю, зато вряд ли получится хорошую для Нату с Винцерием. А вот если Москова Взяли попадут на Б, кто знает, тут, смотрите, засада-то неплохая. Зевус на ХЛП. Эдвард за троечкой. Сеня за пятерочкой. Но Москова Вайф прекрасно понимает, что где-то может быть засада. Поэтому они не торопятся. Они спокойно разберлись по всей карте, контролят свои позиции и никуда вместе не торопятся отдаваться. Потихонечку Москова Вайф идут на А-плант. Замечает, Эдик, большие пески. Дает инфу. И сейчас, возможно, будет отход с А-планта. Да-да-да, перетяжка от Москова Вайф на Б-плант. А вот Нату с Винцери наоборот оттягивается с Б-плант. Вот сейчас очень... Ну, забавно немножко, мне кажется, получилось. Если бы Нату с Винцери остались на Б, сейчас могла бы быть очень жесткая ситуация. А в итоге Нату с Винцери ушли на А. А Москова Вайф заходит на пустой Б-плант. Да. Курьезно немножко. Курьезно. Сейчас прямо Нави... Я прямо жалко становится. Они прямо все пришли на А-плант. Готовы просто всех убивать. Тут никого нету. Печалька. Печалька. В итоге Мас Банан. Сеня один с ХЛП. Думаю, сейчас расстроены. Немножко расстроены Нату с Винцери, что не угадали с направлением атаки. И в итоге раунд по-любому останется за Москова Вайф. И еще станет 9-8. В пользу именно россиян. Прячься в контры. Не хотят терять свои деглы. И в итоге, да, 9-8. Нату с Винцери, в общем-то, ничего особо не потеряли. Кроме, конечно же, денег. Да, по-моему, полностью все остались живы. Никто, по-моему, не умер. А, нет, Доси убил Маркелова разве что. Или это предыдущий раунд. По-моему, да, это вообще предыдущий раунд. И все остались живы. В итоге у нас просто повторение. Повторение предыдущего раунда. Смотрим. Да, причем, видимо, повторение точно-точно такое же. Эдвард, Сеня, Зеус у нас на Б-планте. И Маркелов со Стариксом на А-планте. Что же было делать им 5? Возможно, они тоже решат повторить. Да, вот Эдвард у нас даже в такой же позиции сидит. Взрывает этих Маркелова. Да, на коврах, по-моему. Старикс, Зеус минусуют. Размены неплохие. И в итоге. С 24 в 2. Террористы в большинстве. Эдвард неплохо воюет на Б-планте. Там его пытаются взорвать. Отличный минус от Старикса. И 2 в 2 ситуация. Старикс, конечно, божит с Калаша. Очень у него хороший эйм. Может быть, просто ребята подрубили членникс, если вы понимаете, о чем я. Ну да ладно. Смотрим. Опять перетяжечки на Б-планте. Через Банан. Там у нас один Эдвард на ХЛПе. С Деглом. И М5, думаю, правильно. Выбрали свою цель. И все-таки на А-планте у нас Старикс с Хлашом. А на Б у нас Эдвард с Деглом. Причем Эдвард слышит, слышит, что здесь есть под Б-плантом террористы. Дает инфу. И сейчас его тиммейт Старикс должен, мне кажется, бежать к нему. Но он не бежит. Смотрим мы за Эдвардом. Не справляется Эдвард со стрельбой. Неплохо покосал ромшки. Но в итоге ситуация 2 в 1. Старикс в одиночестве. Бежит со всех ног по банану. Смотрим. Очень сложная ситуация для Сергея. Один игрок за тройку, другой за пятерку. И оба сейчас будут его пытаться накалить. И сейф. Сейф от Старикса. Очень хладнокровное действие. Бегут за ним Moscow Five. Но я думаю, что Сергей и Щук у нас успеют убежать. И счет у нас 10-8. Очередной раунд за Moscow Five. Бомба взрывается. Деньжаты прибавляются. Деньжаты прибавляются. Нету ближних рисков у Moscow Five. Быстрой атаки, я думаю, мы не увидим. Увидим очередной холд. Ну и у Moscow Five... Ой, у нато свинца, извиняюсь. Все стандартно. 2 плюс 3. Старикс чекает центр с АВП. Давайте посмотрим за Стариксом. Чекает ручеек. Никого не видит. Понимает, что в яме кто-то есть. И сейчас будет пытаться там убить кого-то. Причем там два игрока. Один тоже с АВП. Буквально пару пикселей не хватило сейчас Сергею, чтобы увидеть кого-то. Это, конечно, мы так хорошо все видим. У нас есть Завеллхак. А у Сергея нету. Скорее всего. Шучу. Что мы видим от Moscow Five? Минусует доти на коврак. Эдик в люльке. Хек у нас под люлькой. И Ромушки и Фокс будут уходить на Аплант. Тут у нас еще Маркелов на 20 где-то. Совсем рядом. Рядом с Эдиком. Да. Ой. Совсем, совсем рядом. И сейчас Эдик очень удивится. Да. Эдик удивился. А со спугой даже просто умер. Старикс хорошо делает минус. И два в четыре остаются террористы. Фокс с АВП. Ромушки с Халашом. И что им делать в этой ситуации непонятно. У Контром все точки разобраны. Видим мы и Зеуса на Б-планете. Старикс на ХЛП. Готов оттянуться и помогать Зеусу. Либо тиммейтам на А. Ну и Маркелов все непассивные позиции на Апланте. Малые пески. Большие пески. Импять решает не сэвить Гана. Решает пойти на Б-плант. Ну и смотрим. Это будет сложновато. Напоминаю, что есть один человек на ХЛП. Дается туда дым. Пошла раскидочка на сам Плант. Ну и нужны минусы. Срочно минусы от Москов 5. Зеус минусует Ромочки. И Фокс с тремя ХП. Также падает от рук Зеуса. 9-8. Видим мы очень плотную борьбу. Первый раунд за Нави. Наконец за Кубочка была первая. И наконец первый взятый раунд. Что-то мне подсказывает, что в дальнейшем мы видим такую же борьбу. Такую же плотную я имею ввиду. И вполне вероятен на счет какой-нибудь в стиле 16-14. Может быть даже овертаймы. Кто знает. Эльтик по второй медле. Эдвард заходит в аркаду по люльку. Оно его оттуда прогоняет. Понимает Эдвард, что нужно рисировать. До позиции начало взорвут. Да, причем там взрывают, конечно, люльку. И видим мы, что у Москву 5 полубай. Полузакупочка. Два Дигла. Три Калаша играет они от Калашей. Эдик, Хек и Ромшки. А вот у Фокси, у Доси, у двух братьев Диглы. Такие Дигловы братья в этом раунде они. И видим мы, что Доси и Эдик шумят на коврах. Хек, Ромшки. Ей, естественно, вместе с ними. Убивают Эдика. Ай-яй-яй-яй. Нехорошо. Перетяжка на план. Тут у нас Маркелов. И плюс Старикс на зелене с АВП. Пошла флешка. Хорошая флешка. Причем откидываются флешки из Б-планта. Из двадцатки. И боюсь, что сейчас Москву 5 немножко застопрится. Здесь выпрыгивает Фокс. Минусует Маркелова. И сейчас отличный вес от Фокса. Просто догнал он Старикса. Старикс не ожидал такой впрытия от Фокса. И в итоге заход на АПЛАНТ. Ох, минус 2 от Зеуса. Эдвард в деле. 2 в 1 ситуация. Доси 1 против двух контров. С бомбой. Определенный шанс у него, конечно же, есть. Но тут уже Сенек родился. Крадился с Малых Песков. И Зелес вместе с ним. Смотрим мы за Михаилом Столяровым. Есть ли у него инфа по обоим контрам. Понимает эту ситуацию. И это, конечно, немножко облегчает ему. Отличный минус от Доси. Великолепный просто. И Зеус 1 в 1 против Доси. Отличный минус от Доси. Минус 2. И вытаскивает раунд Михаил. Просто для своей команды. 11-9. Москов 5. 2 раунда отрывом. Да, Доси просто респект ему и уважуха. Вытаскивает невероятный раунд против двух контров. Конечно, не на хайлайт. Но очень важные минуса и очень здоровские. У Нави не самая лучшая закупочка. Нет уже АВП. У Эдварда вообще ФАМАС. И М5 у нас ушли на холд. Доси Эдик ковры. Хек центр. Ромушки. Вот Хек перетягивается на банан. К Фоксу, к ромушке. Там у нас бомба. И, возможно, будет заход на Б-плант. Давайте посмотрим. Нет, оттяжечка Хека и ромушки под центр. Фокс пока разведывает на Б-планте обстановку. Отвлекает на тебя внимание. И основная масса Москов 5 сейчас будет выходить на А-плант. Или что? Или обратная перетяжка. Смотрим мы за ромушки, за Хеком. И видим, что они снова перетягиваются на банан. А, в свою очередь, Эдик и Доси там дают дымы. Что-то там отвлекает на тебя внимание. Однако, оттяжки с Б-планты нету. Оба контра на планте. Минус от Фокса. Минус от Хека. И Б-плант зачищаем. Без проблем. Вообще, всего лишь Фоксы немножко покоцали. Хека тоже немножко покоцали. Но, в целом, все хорошо, ребят. И контры, конечно же, будут сейдить. Два контра очень далеко. Ну, и третьему, естественно, один в поле не воин, как говорится. Так что, очередной раунд у нас в копилочке Москов 5. И вот это уже становится очень интересно. Потому что до окончания игры остаются всего несколько раундов. Москов 5 нужно взять всего 4 раунда. Для победы. А, учитывая, что следующая карта Детус Кан. Сильная карта Москов 5. Ну, если возьмут они Дейнферна. То все для них складывается очень даже хорошо. Все шансы на даже победу на первых двух картах, то есть без третьей, они есть. Снова дальний респил у Москов 5. Снова им придется халдить. И что у нас делают контры? Видим мы, что Сеня один на Б-планте. У Сеня у нас что у нас, у Сеня? Сейчас посмотрим, что у Сеня. У Сеня М-ка. Вряд ли у него ФАМАС. И он держит нас просто за плантом. За письерочки. Аркада по коврам от Эдварда. Ох, простреливает. Отличный прострел. Минус 40 хп. Откуда-то с мостика. А это у нас ФОКС, да, показывающийся прострел. В ДОСе делает минус Маркелова. И оттяжка. Быстрая оттяжка с Б. А вот сейчас М-5 было бы совсем неплохо перетянуться на Б-план. Они очень любят делать перетяжки. И вот в этом раунде это было бы как нельзя кстати. Да, вы все видите прекрасно, что Б-план полностью пустой. Нави сделали ставку именно на атаку на А. То есть решили угадать. Очень, конечно, рискованное действие. Но посмотрим. Москов 5 пока не знает, куда им идти. ДОСе. Вот Эдик Хек входит в центр. А Ромшки Фокс. Ну, готовы идти помогать. Тут жесткие минусы. Причем жесткие минусы в пользу Москов 5. И, извините, Нави не справляются. Причем, даже несмотря на то, что у них было численное преимущество, целых 4 человека было на А-планте. На Б-планте никого не было. И в итоге, даже в такой ситуации, ребята из НАТО Свинцаря не справились с москвичами. 13-9. Москов 5 остается взять для победы. Всего 3 раунда. Всего 3 раунда для победы. Сейчас, надеюсь, москвичи не отдадут и не избавить темпы, потому что есть такая проблема у ребят из Москов 5. Мы это наблюдали на ВЦГ. То есть, у них не получается дожать противника. То есть, когда до победы остается буквально несколько раундов, там, что-то не два, не один, они как-то вот прямо что-то в них меняют, и они не могут просто добить, дожать врага. И враг, бывает, делает там жесткие камбэки, овертаймы и так далее. И вот сейчас для М5 главное не допустить своих таких же ошибок предыдущих. Надеюсь, что они все-таки делают работу над ошибками. Я в этом и даже уверен. И надеюсь, что этой проблемы сегодня у них не возникнет. По крайней мере, на этой карте. Размен от Эдика в итоге у нас 4 в 4. И видим мы, что М5 снова. Снова холд по всей карте. Хек под Б, Фокс дает флешку. Сейчас Хек, наверное, будет выходить под флеш. Что у нас там? Давайте посмотрим с Александром Забковым. Пока у нас Хек просто контролит Б-плант, а остальные средства перетягиваются на А. Да, Фокс у нас на А, Эдик на А. И там же у нас и Старик с Эдвардом. Старикс на зелени. Эдвард у нас держит с Плантом в довольно пассивной позиции. Ну что же. Смотрим Старикс. Пойдет ли кто-то к Сергею или нет. Да, к Сергею тут целая банда из двух человек. И сейчас первый террорист должен умереть. Минус от Старикса. Да, прямо выходит Эдик головой на Старикса. Я даже не знаю, как еще назвать. И что же у нас? Старикса должны разменивать. Потому что рядом здесь террорист. Нужно сейчас не бояться Фокса выйти. Выйти в библиотеку и убить. Просто убить Старикса. Ну, отличный минус от Фокса. Выход на Аплант. Причем оба контра у нас были на Б. Ох, Эдвард. Забыли мы совсем про Эдвард на Апланте. Он тут удивляет, удивляет террористов. Но его, к счастью, разменяли. И не успевает, не успевает М5 поставить бомбу. Замешкались. Тут Эдвард очень сильно сыграл свою роль. Хоть он не сделал минусов, но в тот момент, когда ставилась бомба, он, видимо, вылез. Начал минусовать там, начал накаливать. И в итоге вот раунд за Нави. Не успели они за нужное время поставить бомбу. Смотрим, что будет дальше. Вот как раз-таки о чем я говорил. Всего три раунда нужно взять М5 и... Нави, похоже... Готовы переламливать вход этой игры. Маска вред. М5 ромушки у нас на центре. Давайте посмотрим за москвичами. Дается ХАЕшка. И вполне вероятно перетяжка куда-нибудь под Б. Тем более, что вот, видимо, мы с Сеня. Сеня у контроля уходит помогать на А-плант. И сейчас перетяжка на Б была бы очень хорошим вариантом. Смотрим за Зеусом. Он у нас держит банан. Держит где-то с планта пассивно. Да, вот он ушел на плант. Уже должен прийти к нему Сеня на ХЛП, я думаю. Пролагала ХЛТВ. Видим мы, что все игроки переместились. И что у нас будет делать у М5? Трое под Б, двое под А. Причем бомба на А. Бомба у Эдика в люльке. И что же будет делать москву 5? Видимо, будет развод. Дается флешки, дается дымы. Дается минус А. Да, это успешное начало развода. Главное сделать минус. Если все умрут, то никакого развода не получится. Должна быть оттяжка контроля на Б... А нет, видимо, что Маркелов и... Видимо, Старикс не ушли. Совершенно не ушли с Апланта. Не шелохнулись даже. Прочитали эту разводку. И в итоге тут все хорошо. У НАТУ Свинфери делаются минусы. У М5 не получается выйти. И в итоге Фокс 1 в 3 падает. 1 в 13. Нави все-таки тащит. И в печи. Фокс 1 в 13. И смешиваем. Фокс 2 в 12. Фокс 2 в 13. Фокс 2 в 16. Фокс 2 в 18. Фокс 2 в 18. Дефолт на раут от Moscow 5 Досик проходит по коврам Хек простреливает ковры Опять же И Эдик присоединяется к Хеку нахер и медле Фокс, Ромушкин Контроль от центр Фокс смотрит банан Причем там на банане у него ожидается аркада Ох, отлично аркада от Moscow 5 Ой, от Na'Vi, извиняюсь, от Na'Vi, конечно же Причем, судя по всему, засправили они в дым неплохо Сразу же минус Фокс Причем без разменов, без всего Минусует еще и Ромушкин Хек, слава себе, Господи, делает размен Дается флеш, едик белый совершенно И что же делать к террористам Досик у нас на коврах Давайте посмотрим за Михаилом Его контролит Маркелов Пританцовывает на ящичке Досик тоже Выполняет такую Пассивную роль Просто стоит, просто смотрит от тяжки Будет кого-то пытаться там найти, минусовать и так далее И сейчас, возможно, он кого-то здесь найдет Есть у него тут, есть с кем повоевать Дается досик флеш А что же делать у нас Эдик и Хек? Эдик и Хек заходят на В-плант Сейчас должен быть размен, я надеюсь Да, размен не в пользу Москва-5 То есть я-то имел вот размен в пользу Москва-5 Но нет, размен делают Нави И в итоге Хек один в четыре Тут можно только Александру Запкову В такой ситуации пожелать удачи и посочувствовать Двенадцать тринадцать Раунд за Натур с Винцарем Активный 10-11 с Винцарем Наконец-то они решили тоже за Аркадийц Причем неплохо Вот за Аркадийц я имею ввиду Прямо как и Москва-5 делал это за первую сторону Но в этом раунде Нави себе это могут позволить Потому что Москва-5 отдача Наконец-то отдача У них были глоки-деглы И в итоге счет сравнялся в тринадцать-тринадцать Вот о чем я и говорил М5 отпустили немножко игру Если до этого они прямо ломили Шли на пролом То вот теперь Нави подобрали Ключик к ним, видимо И уже не дают им так спокойно заходить на плейн Делают минуса Натус Винцарь наконец-то сами Делают открывающие минуса Делают размены И как бы будущее Москва-5 в этой игре Кроме на этой карте Оно довольно призрачно Пока слышал непонятно кто же победит Как и Натус Винцарь могут сейчас Просто дожать своих соперников Так как Москва-5 могут Собраться и В свою очередь переломить эту игру И переломить эту доминацию Нави Доси у нас уже в люльке Хек под люлькой Убивают у нас Эдика Продогал немножко ЛТВ Однако Эдика отваливается Отваливается на банане Причем бесславно Без разменов Без всего Он там видимо стрелялся с Сеней Да Сеня Коцаный Немножко не хватило Эдуарду Чтобы его убить Эдвард стороной посадочки Ой Старикс Старикс стороной посадочки Встречает зелень Хлотой стал немножко подлаивать Опаздывает у нас Правый верхний угол с текстом Кто кого убил Отображается позднее Чем должно быть И смотрим Один Один в четыре Остается у нас Фокс И ему конечно же Конец этой ситуации 14-13 Нави Вырывается вперед Да Сейчас я не позавидую Не позавидую Москов 5 И Всем болельщикам Москов 5 Хочется конечно Чтобы ребята Ну все таки Смогли уже Выйти на Что с хелтв Творится О какие жесткие лаги Это Не думайте Это не стрим лагает Это хелтв То есть я наблюдаю То же самое Это что-то невероятно Жесткое Все Перемещается Прямо как в матрице Не знаю Жесточайшие лаги Ну Смотрим вид сверху По другому Смотреть это невозможно Дося в коврах Его видимо там убили Потому что Да Жесть Да Вот через 2-3 секунды Только у нас отобразилось Что Досю убили Геймпендинг Надеюсь что Это поможет Но видим мы Что в общем-то Геймпендинга уже и нету Ну особо тут ничего не прокомментируешь Можно только смотреть вид сверху Просто чтобы понимать что происходит Сделалось у нас на банане Маркелов в планте Ну и Вся надежда на Тус Винцери В этом раунде На Маркелова Что он сейчас будет делать минусам Ох тут еще и синий Оказывается был живой Истарикс Ну Все лагает Даже не видно Контров на карте На виде сверху Потому что они живые Поэтому Что-то комментирует Очень сложно Зеус Судя по всему Один Да Против троих Именно так И Зеус уходит у нас на сейв В итоге Москов Берут раунд Счет стал Стал у нас Ну станет через Секунду 15 14-14 То есть счет сравнялся Наконец-то М5 Смогли Переломить То о чем я говорил И вот теперь У нас последние Несколько самых Интересных раундов В которых все решится Либо же будет 15-15 Овертаймы Ну то есть всего два варианта Либо овертаймы Либо 16-14 В чью-то пользу А вот в чью Это уже другой вопрос Снова геймпейтинг Снова у нас Что-то тут залагало Или что это творится У нас Непонятно Но видимо Эту карту нам придется Сматривать именно В таких жестких лагах В жесточайших Тут уже ничего не поделать Проблема Холтв Вот вроде Немножко стало получше Нет Я сгладил Все стало Снова плохо Ладно Смотрим там На вид сверху Дося по коврам Ну снова Снова Холтв Москов В который раунд Они делают Примерно одно и то же Эдвард контролит Ковры В упоре Маркелов Контролит с плантом Двадцатку и ковры Сделал зелень И сини на холпе На бэпланте Старик Снова замусорен Также на банане Минусуют Эдварда на коврах Судя по всему Перестал лагать Холтв Наконец-то Видишь что Опять отглазил Ну пожалуйста Не надо Нет Все окей Надеюсь что Это надолго И Теперь все Видно будет окей Хех делать Размин на центре Эмаркелов Встречает очень красиво Но К сожалению Сделал Два А два минуса Опять начинает лагать Но к счастью Мы Видимо что Дальше вроде как Все перестало лагать Ситуация у нас Один Сеня Старикс Два В три Да Дося Эдик Против Сеня И Старикс И еще Фокса В больших песках Снова Геймпендинг Да Жесткие Технические проблемы Допустим В предыдущих днях Я такого не видел Видимо Какие-то проблемы Именно в плей-оффах Но Что ж поделать Минус от Старикса Убивают Сеню И в итоге Старикс Один в два Покажите мне Старикса Старикса У нас уходит На сейв И это Пятнадцатый раунд В пользу Moscow 5 Все фанаты Москвичей Могут ликовать Ну и теперь Момент истины Либо М5 Берет раунд И счет будет 16-14 И первая карта За Moscow 5 Либо же У Na'Vi Хватает силенок Хватает Волюшки Чтобы вытащить Игру на овертаймы Смотрим Укрепление Укрепление Б-планта Надо с Винцерем Троли держат Б Маркелов С Эдвардом А Снова начинаются Лаги Эдик у нас Под люлькой И 4 у нас На Б-планте На банане В смысле Террористов Ушление С бананом Контролит Нолик Не стали Приходить дальше И в итоге Пока что У нас непонятно Что будут делать Террористы Видим мы Что Потихонечку Чекается банан Будут даваться Флешки Будут Будет Подсадка Ох Интересно Люблю эту Подсадку Давайте посмотрим Или не будет Нет Будет прыжок На ящик Причем Хек у нас Не допрыгивает Жаль Думал Я буду Подсаживать Кого нибудь Наверх Но нет Смотрим Потихонечку Проходится у нас Банан Тут уже Зеус в упоре И тиммейт его На хелпе Рядом совсем И Зеус Делает минус Фокса Тут же отходит На более Удобную позицию Минусует Маркелова На А-планте Это был Эдик И Эдик идет на хелпу К своим ребятам На Б Перетяжка Причем Возможно будет Перетяжка еще обратно Потому что на Б У нас уже есть Сеня Старикс тоже готов Пойти на хелпу Лагает хелпе И что же будут делать У нас Эдик и Ромшки Пока непонятно Понятно только одно Что у нас Хелпе очень лагает Вот это единственное Что понятно Перетяжка на план Отлично Просто замечательно Вышел бы на сервер Прямо в самый нужный момент Когда у нас Ну буквально Решается Судьба Этой карты Сейчас я снова Законим С обратным Я надеюсь Что хелпе все таки Будет работать И мы с вами Увидим Хотя бы счет Чтобы можно было Занять За кем осталась Первая карта Коннекчишь Уже Коннекчишь Все обратно Не волнуйтесь Сейчас Включим Картинку Так Теперь у нас Не подходит Пароль Ждем Сейчас я все узнаю Надеюсь Что Все эти Технические Проблемы решатся Может быть Поменялась Хэлл ТВ Не в курсе Ну а нам Остается только ждать И надеюсь Что все это Будет как можно Быстрее Да Дает мне новый пароль И захожу обратно Ну а сейчас мы видим Если игра закончена Если уже все То это победа Москов 5 Если у нас все еще Играют То это овертаймы Очень интересно Посмотреть Так Сори Стартмания Что у нас творится Не понимаю Но видимо Овертаймы По крайней Видим мы Что Да МР Овертаймы 15-15 Нави смогли Взять последний раунд Жаль что мы Этого не увидели Но ничего не поделать Технические проблемы Видимо Видимо не знали Ребята Ну Те кто Занимается Технической стороны Вопроса Что на халтвей Задержка И то что Уже на халтвей Игра закончилась Нельзя еще пока Вырубать халтвей И менять пароль Нужно подождать Немножко Чтобы мы Увидели Окончание игры Да Печалька Что Люди не знают Таких элементарных Очевидных вещей В итоге Мы не увидели Последнего раунда Ну ладно Будем Ждать Ждать Начала Овертаймов Ну и пока Раз мы с собой на время Я Зачекаю Что у нас творится на сайте Может быть Чат поднялся Ну-ка 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 И чат не поднялся Нет Чат пока у нас еще не работает Так Смотрим Вконтакте Невероятно 160 новых друзей Откуда вы взялись Ребята Уже 163 И 76 сообщений Потрясающе Делать рестарты Заводится у нас игра Делать рестарты Делать рестарты Делать рестарты Делать рестарты